Иди пока не поздно к психиатру. Пусть тебя научат по-русски разговаривать. Чокнутые сука, ничего ж хуя. В эфире новости от Забебы. Технично понаехал Лешко. И первым делом запалил прокурора на рейндж-ровере. Во дворе прокуратуры стоит рейндж. Хоп, чей рейндж скрипника? Хоп, чьи номера? Почему-то от Лексуса. А ну-ка, скрипник, иди расскажи, что там происходит. А скрипника говорит, это же не мой рейндж-ровер. Это вообще не то моей матери, не то моей сестры. Они там вроде бы то ли адвокат, то ли чего-то еще. Короче говоря, на рейнже в итоге женщина уехать не смогла. Зашквар такой зашквар. Депутаты, не дай бог, вдруг возьмут и 29 февраля соберутся. Вообще-то, сейчас нужно принять регламент Горсовета. Это такой важный документ, типа Конституции, по которому почти что весь город живет. И там начались общественные служения. Этих регламентов, их как бы на сегодняшний день существует три. Один, значит, подвешен на сайте Горсовета, его все могут прочитать. Второй на общественных слушаниях озвучивал как бы Санжара. Давай микрофон, поднимай микрофон. И третий тоже как бы есть, но его как бы никто не видел, зато все обсуждают в Фейсбуке. Че будут принимать 29-го депутаты, никто понять не может. Но, на сессии поглядим. Госпожа Епифанцева продолжает жечь напалма. Насколько, может, я чего-то пока не знаю. В этот раз, после того, как ее представили в качестве нового заммэра, вдруг внезапно выяснилось, что гражданка Епифанцева женщина очень экономная. Что, наверное, хорошая срочка в резюме. В ее ежегодной декларации мы внезапно прочитали о том, что она зарабатывала весь прошлый год аж 1300 гривен в месяц. А муж ее вообще ничего не зарабатывал. Как это сочетается с прекрасными нарядами, которые носит гражданка Епифанцева в повседневности, мы не понимаем. Ну, женщина и женщина. А что я могу сказать? Первая фаза борьбы с мафами прекращена. Вообще-то собирались спилить 57 киосков. Спилили вроде бы 100. Видимо, во вкус вошли. И теперь начинают разбор полетов. Говорят так. Значит, в течение февраля специальная комиссия. Мы определим, что делать со всеми остальными. И точим болгарки на март. Там будет продолжение. Ну и вообще, Санжара говорит, что может быть все будет по-другому. Может быть теперь все эти киоски будут принадлежать городу и сдаваться предпринимателям в аренду. Вау. Неплохой сценарий, если бы только деньги действительно в кассу клали. Для дренирования озера в парке Глобы, тогда еще в парке Чкалово, была проложена стальная труба. Сгнила, сволочь. Сгнила и провалилась. И поэтому теперь озеро в парке Глобы зверски разлилось. Если быть исторически точным, то денег на ремонт этой трубы просили еще в ноябре. Сказали, что дадут в этом году. Ну а бюджета нет, трубы нет, а озеро есть. Слушайте, а может этим озером сейчас быстренько, чтобы дважды не вставать, метро затопим? Господин Погребов серьезно вознамерился спилить к чертовой матери директоров парка Шевченко, парка Глобы и на всякий случай нашего зоопарка. Вообще-то давно пора была. Как-то не очень-то в парке дела. Парламентский комитет взял и порекомендовал переименовать Днепропетровск в Днепр. Забеба всячески за экономию. Поэтому, когда парламентский комитет рекомендует укоротить Днепропетровск до емкого Днепр, все вроде бы неплохо. Да только потом бумажной возни будет, чтобы все это задокументировать бесконечное количество. Повторные выборы в Кривом Роге ожидаются в самое ближайшее время. Весь прикол заключается в том, что Юра Милобог, тот человек, благодаря которому эти перевыборы были назначены, сам на них не пойдет. Зато пойдет много других интересных личностей. Вот, например, Семен Семенченко. Решила перетендерить маршрутки в области. А, не то-то было. Из девяти организаций, желающих принять участие в тендерах, тендерную документацию смогли заполнить не одна. Хотя раньше в тендерах они даже побеждали. А вот в Днепропетровске маршрутки ездят по-прежнему. Криво, косо, но ездят. И тендер новый проводить не спешат. Мистика какая-то. И еще одна неплохая новость. Маршрутки, которые курсируют между Днепропетровским и Синельником, теперь укомплектованы Wi-Fi с потами. И пользоваться интернетиком можно прямо в движении. Без увеличения стоимости проезда. Поставь лайк и подпишись на канал. Шо ты сидишь?